Дельфины обладают хорошо развитым мозгом, что позволяет их поставить на более высокую ступень развития, чем рыб. Эти добрые и отзывчивые существа не раз спасали жизнь людям. На сегодняшний день спускаться вглубь морских пучин или ехать за несколько тысяч километров, чтобы посмотреть дельфинов, совсем не обязательно. Стоит просто посетить дельфинариум СПБ. Эта увлекательная поездка будет одинаково интересна и детям, и взрослым, доставит массу новых ощущений и кучу интересных фотографий. Обратите внимание, на территории Санкт-Петербурга как минимум два дельфинария являются хорошим местом для посещения и заслуживают внимания дельфинарий на Крестовском и дельфинарии в Купчино. Первый находится по адресу Константиновский проспект 19, рядом с метро Крестовский остров, поэтому добраться туда даже на общественном транспорте не составит никакого труда. Этот дельфинарий в Питере заслужил очень много хороших отзывов тех, кто его посещал, и предлагает не только различные шоу-программы, а такие мероприятия, как дельфинотерапия, общение с дельфинами в воде и прочие эксклюзивные возможности узнать поближе этих обитателей моря. Второй дельфинарий СПБ расположен в Купчино по адресу улица. Фучика 2А рядом с метро Бухаресская. Помимо увлекательных шоу фишкой дельфинария является возможность поплавать с дельфинами в СПБ. Подобные шоу заслужили положительные оценки у всех, кто попробовал на себе эту возможность. Какой лучше дельфинарий посетить? Все зависит в первую очередь конечно от цели, просто посмотреть на дельфинов или интересует катание на них. Купание с дельфинами СПБ очень веселое занятие, дающее массу позитивных эмоций. Эти умные существа не забывают показать людям, что они помнят о них, и в процессе заплыва могут поиграться, прикоснуться или даже обрызгать водой. Если вести себя правильно и не проявлять агрессии, можно уже за первое посещение подружиться с ними. Музей подводная лодка в Санкт-Петербурге дельфинарий город Санкт-Петербург в Купчино предлагает и услугу профессионального фотографа, который сделает снимки отличного качества. Услуга платная, ее стоимость составляет 1500 рублей звездочка за серию из 25-30 фотографий, однако, оно того стоит, эти яркие снимки еще долго будут вызывать эмоции, полученные в результате посещения дельфинария и дарить душевное тепло. Важно, при организации купания с черноморскими дельфинами, принимает участие только один клиент, все действия которого контролирует опытный инструктор с борта бассейна. Нужно перед посещением прочитать на официальном сайте дельфинария правила плавания, основные из них, нужно уметь плавать и держаться на воде без применения различных дополнительных средств, таких как круги, жилеты, нарукавники. Общее время нахождения в воде – 10 минут, в это время не входит подготовка и инструктаж. Нельзя на себе иметь различные украшения и бижутерию. Фото и видеосъемка на свое устройство запрещена. К услугам клиентов – профессиональный фотограф, за отдельную плату. Для посещения бассейна с дельфинами при себе нужно иметь купальные принадлежности, в которые должны входить тапочки, плавки или купальник, полотенце. Ограничение по возрасту – минимальный возраст детей 6 лет, при условии того, что ребенок хорошо плавает. Администрация дельфинария не допускает клиентов к плаванию, в следующих случаях – беременных женщин. Детей младше 6 лет, во избежание недоразумений необходимо с собой взять свидетельство о рождении ребенка. Людей с признаками наркотического или алкогольного опьянения. Людей с весом более 100 кг, со следами различных кожных заболеваний, либо больных эпилепсией. Обратите внимание, чтобы не возникло конфликтных ситуаций, администрация настоятельно рекомендует слушаться инструктора и выполнять все его требования. В противном случае сеанс может быть завершен досрочно, без возврата денежных средств. Этот питерский дельфинарий предлагает также уникальную в своем роде услугу – общение с дельфинами на воде. Сеансы проводятся на одного или группу пловцов до четвертых человек, которые ведут активный образ жизни. Общая продолжительность программ составляет примерно 60 минут, 30 минут из которых – это инструктаж и 30 минут программа, рассчитанная на нахождение в воде. ЖД вокзал Туапсе во время сеанса разрешается прикасаться к дельфинам, играть с ними с использованием инвентаря, выдаваемого администрацией парка. Фото и видеосъемка также запрещены. Для этого работает профессиональный фотограф, услуги которого бесплатны, а в завершении сеанса клиент получает записанный диск со своей фотосессией. Внимание! Если с диском случится неприятность, и он будет поврежден или утерян, то администрация хранит фотографии на протяжении 30 дней и может их бесплатно восстановить. Для этого достаточно написать на электронную почту и указать число, когда был сеанс. Требования к пловцам можно назвать стандартными, они прописаны на сайте организации, необходим купальник или плавки, тапочки, полотенце. Должны отсутствовать украшения и бижутерия. Заранее необходимо скачать и заполнить с сайта анкету. Детям до 16 лет необходим документ. Плавание возможно только в гидрокостюме, который бесплатно выдается администрацией. Более подробно на все вопросы можно получить консультацию по телефону оператора контакт-центра, который даже может сообщить температуру воды в бассейне. Музей Чак-Чака в Казани, официальный сайт Дельфинарии СПБ в Купчино размещает расписание и стоимость посещения на официальном сайте, ссылка на который будет ниже. Билеты лучше всего приобретать заранее на сайте онлайн или забронировать по контактному телефону. Важно, ввиду большого количества желающих стоит бронировать свое посещение за несколько дней. Стоимость билетов на плавание начинается от 5500 рублей в будние дни на дневное время и до 7500 рублей на вечернее время и выходные дни. Расценки эти приводятся в качестве справочных, так как они зависят от многих факторов, времени года, уровня спроса и дыре. При заказе большого количества мест, возможна индивидуальная скидка. В качестве дополнительного бонуса от администрации выдается весь необходимый инвентарь для игр с дельфинами. Обратите внимание, есть возможность оформить плавание с дельфинами в подарок. Для этого можно заказать подарочный сертификат, который сотрудники дельфинария красочно оформят и доставят по указанному адресу. Стоимость подобной услуги составляет 8500 рублей звездочка. Дельфинарий в Питере на Константиновском проезде позволяет приобрести билеты заранее на сайте онлайн, либо забронировать их по телефону и выкупить в кассе. Стоимость билетов в будние дни на просмотр шоу составляет для взрослых от 400 до 900 рублей звездочка в зависимости от сектора. Детские билеты стоят от 200 до 600 рублей звездочка также в зависимости от сектора. Выходные дни несколько дороже, взрослые от 500 до 1100 рублей звездочка, детские – от 300 до 800 рублей звездочка в зависимости от сектора. Детские билеты приобретаются на детей от 3 до 10 лет. Старше 10 лет ребенок идет по цене взрослого билета. Стоимость сеанса общения с дельфинами составляет на одного человека 6000 рублей и звездочка в будни и 7000 рублей и звездочка в выходные. Если клиент хочет провести сеанс в одиночестве, то стоимость индивидуального посещения составляет 24000 рублей и звездочка в будни и 28000 рублей и звездочка в празднике. Кроме пловцов, на сеансе могут присутствовать зрители. Стоимость входного билета составляет 200 рублей и звездочка. Детям до 10 лет – бесплатно. Обратите внимание, к плаванию не допускаются дети до 12 лет и беременные женщины. Официальный сайт Дельфинария на Константиновском проезде содержит цены на входные билеты, информацию об акциях и скидках. На вкладке «Расписание» можно посмотреть время сеансов, узнать наличие свободных мест. Санкт-Петербургский Дельфинарий в Купчино также имеет свой официальный сайт. Здесь можно найти множество полезной информации о дельфинах, правилах поведения в дельфинарии. Уникальные статьи наверняка позволят узнать посетителям много интересных фактов об этих морских млекопитающих. Существует возможность онлайн-заказа билетов, посмотреть актуальные цены и узнать действующие акции и план запланированных мероприятий. Посещение дельфинариев рекомендовано детям не младше трех лет. К походу в дельфинарий стоит приготовиться заранее, собрать с собой комплект индивидуальных гигиенических принадлежностей и запланировать целый свободный день. Звездочка цены актуальны на август 2018 года.